Эмоции переполняют не только победительницу, но и ее коллег. Лучший учитель Камчатки преподает на Командорских островах. Педагог биологии и химии Никольской средней школы Алиутского округа Галина Склиниченко заняла первое место в региональном конкурсе «Учитель года». Я, честно говоря, не ожидала, что я могу победить, потому что все конкурсанты были очень достойны. И более того, у нас на всех этапах конкурса царила очень дружелюбная атмосфера. Атмосфера взаимопомощи и поддержки. Поэтому это была вот такая площадка, где мы в первую очередь обменивались своим опытом, делились эмоциями и своими наработками. В течение недели претенденты на победу показали свои методические наработки на мастер-классах, представили образовательные проекты, стали участниками публичных лекций и пресс-конференции. Все соскучились за таким форматом мероприятий не просто потому, что такой формат дает совершенно другие эмоции и ощущения, а потому что это возможность почувствовать друг друга. Поэтому я хочу сначала искренне поблагодарить вас за эти два сложных года в условиях пандемии. На Камчатке подвели итоги сразу трех региональных конкурсов профмастерства. Лучшей в педагогическом дебюте стала учитель физики школы номер 4 поселка Ключи Анна Хазова. А первое место в конкурсе – педагог-психолог года у Эзеллы Яковлевой из детского сада номер 26 Петропавловска-Камчатского. Участникам с приветственным словом обратилась и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Огромная радость и огромная честь всегда приветствовать вас, потому что нет ничего важнее, чем тот взгляд, та любовь и то вдохновение, которое вы вкладываете в мальчишек и девчонок, видя в их пытливых глазах, в их счастливых улыбках и, может быть, в непослушном характере их будущее, понимая, что именно с вами, рука об руку, они входят в этот большой сложный мир. Все победители и лауреаты конкурсов награждены дипломами, денежными премиями и ценными подарками. Информационное агентство «Камчатка».